Да, дорогие друзья, я рад здесь вас приветствовать. Большое спасибо, что проделали такой большой долгий путь для того, чтобы посетить наш северный город. Конечно, мы вам очень рады, потому как гостей с востока, так скажем, у нас очень немного. Это далеко, все-таки оттуда, и у нас очень холодно. Вот, мы сейчас находимся с вами в городском парке. Перед нами озеро. Озеро называется Айроны. В переводе с финского – солнечное. Чем оно важно для нас, для горожан? Здесь водится очень много рыбы, которая называется карась. Он бывает золотой, а бывает серебряный. Это действительно так, по цвету чешуи. У одного вида цвет золотой, у второго серебряный. И местное население, когда нет льда, с радостью выходит и проводит здесь выходные дни, ловит на удочку эту рыбу. Но оно для нас очень ценно и зимой. Когда оно застывает, а здесь нет ветров и нет течения, на этом озере мы катаемся на коньках. А чуть позже мы проводим здесь единственные на северо-западе соревнования по ледяному драйву. То есть на машине лед достигает очень большой толщины, практически промерзает до дна. Здесь можно ездить. И мы здесь устраиваем соревнования. К нам приезжают гости из разных стран, очень из разных, вот, несмотря даже на санкции, несмотря на закрытые границы. Приезжает и Прибалтика, и Финляндия, безусловно, все остальные наши друзья. Вот, и мы здесь проводим международные соревнования. Здесь также гонялись один из шейхов Арабских Эмиратов, потому как его сюда привезли на вертолете. Он никогда не видел снега, для него подготовили специальный автомобиль, здесь накрывали специальный для него, значит, шатер. И он вел трансляцию к себе в Эмират, по-моему, в Шаржу. Да, то есть один из арабских шейхов нас также посещал. Было очень интересно, он был очень удивлен, вот, и он думал, что в России снег лежит какими-то кучами, вот. А он здесь у нас зимой везде, вообще, вообще везде, везде при везде, вот. Поэтому вот так вот. Конечно же, у нас очень красиво в Ладоге. Ладога – это одно из самых, одно, самое, самое большое озеро Европы, вот. Многое, многие наши жители имеют свои катера, лодки, большое количество туристов к нам приезжает, и мы проводим выходные, в том числе и в Ладоге. Вот. Ну, сегодня вы едете на ретро-поезде, да? Да, да, на ретро-поезде, поедем в горный парк, там все посмотрим, потом водопады, в Пасу, ну и вернемся в город. Отлично, отлично. Может быть, заедем к Артему, сейчас я вам позвоню, если он нас принял. Да, кстати, хотелось бы отметить, что у нас здесь сортовала самая большая группировка действующих паровозов в мире. То есть, самое большое количество паровозов, которые ездят, которые оснащены бригадами с водой, вот больше такого количества нет нигде. Есть один, два, ну, может быть, пять где-то, а у нас тут их больше двадцати единиц, и это привлекает большое количество туристов. Самое удивительное, что привлекает большое количество туристов из Германии и из Англии. Я не знаю, как они к нам попадают, вот, но они приезжают смотреть на эти паровозы, прокатиться на них, посмотреть, зайти в кабину машиниста, если, значит, на тот момент будет можно. Вот, поэтому, и я бы хотел так же с вами сфотографироваться, я же опубликую в паблике, да? Поэтому я так думаю, что... Давайте здесь, да, сделаем фотографию, все. Так, давайте, друзья.